Марафон добрых дел. В Чувашии волонтеры продолжают помогать медикам, которые стоят на передовой в борьбе с вирусом. Благотворительный фонд БСЭлектро вручил подарки работникам Первой городской клинической больницы. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством не понаслышке знают, что значит болеть COVID-19. Инженер-схемотехник Андрей Егоров получил отрицательный ПЦР-тест буквально на днях. Он перенёс болезнь в лёгкой форме. Но вот его отцу потребовалась дополнительная медпомощь. Говорит, если бы не постоянное наблюдение врачей, не знают, что с ним бы было. Постоянно приходили на дом, брали анализы, какие нужны, назначали лечение. И я очень благодарен врачам за оказанную помощь, за поддержку. И они постоянно были со мной на связи. Поддержать медиков непростой эпидситуации. Ведь сейчас к ковиду присоединились и традиционные сезонные заболевания, грипп и ОРВИ, решили руководство и волонтеры благотворительного фонда АБСЭлектро. Опыт проведения подобных акций был успешно опробирован в прошлом году. Волонтеры активно помогали врачам и медсестрам. Предоставляли дезинфекторы, средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы. Мы всегда рады участвовать в подобных мероприятиях. Это помогает отвлечься от нашей работы. Помогает делать полезные дела для жителей нашего города, для тех людей, которые нуждаются в помощи. В этом году марафон добрых дел продолжился. Так, например, на этой неделе благотворительный фонд стал участником республиканской акции «Спасибо вам, родные доктора». Ведущие предприятия республики совместно преподнесли врачам, медсестрам и санитаркам региона 17 тысяч коробок конфет. А вот сотрудникам Цивильской городской больницы и ГКБ номер один в Чебоксарах дополнительно вручили продуктовые наборы. Нам очень приятно и неожиданно, что вот такая благотворительная акция прошла. Доктора вам и все сотрудники очень благодарны за столь положительной эмоции и подарки. К слову, благотворительный фонд традиционно помогает и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.